Да начнется первый раунд! Заруба начинается. Аплодируем, кричим и поддерживаем. Александр Калантай в синем углу октагона. Анатолий Егия-Зарян в красном. 21 год Егия-Зарян. Он представляет Харьков. 4 победы ни одного поражения на профессиональном уровне. Человек, который силен в панкратионе. Чемпион Европы и призер чемпионата мира по панкратиону. Егия-Зарян в красном углу октагона, напомню. Сейчас оказался на конвасе, но быстро поднимается на ноги. Против Александра Калантая он из Одессы. У него рекорд 6-1. В первой Зарубе также участвовал. Победил Дмитрия Заверюху из Николаева. И, конечно же, хочет улучшить свой рекорд. Для чего необходимо победить пока не побежденного Егия-Заряна. Довольно резво начали сейчас бойцы. Это вам не белые воротнички. Эти парни знают, как себя вести в октагоне. Знают свои сильные и слабые стороны и уже начинают их использовать. Пока мы видим присматриваться друг к другу и стараются руками достать друг к другу. Хотя вот и пробивает ногой Егия-Зарян. И подсказки от болельщиков. Слышим «держи руки». А вот и попытка пробить голову Егия-Заряна. И еще одна попытка. Ну, все пока, как говорится, в молоко. Нужно нащупать необходимое расстояние для совершения атаки. Возможно, и в такой ситуации можно пробить. Сильно, но не точно. Пробивает Одессит. И отключает Антоний Егия-Зарян. Пока что не идет активно вперед. Конковчанин выжидает своего момента, выжидает возможности. Но получают через перчатку, получают голову. Защитная тактика у гостя Одессы. Александр Калантай не стесняется такими размашистыми ударами разбрасываться. Кто знает, возможно, один из них пройдет. Вот сейчас проходит право-боковой. И все-таки с опасением. Нет того размена, который мы видели в некоторых предыдущих поединках. И попытка прохода в ноги не увенчалась успехом. Егия-Зарян пролетел мимо. А точнее, Александр Калантау вернулся от этого. Лоу-кик не сильный. И отвечает тут же ногой Анатолий. Попадает Александр Каланта, извините. И пока преимущество, я думаю, вы видите на его стороне. И бой в вертикальной плоскости, если можно так и высказаться. И подсказка от тренера проходит сейчас удар справой от Александра. Анатолий Калантаа не может показать свои хорошие качества. Хотя и Калантаа уворачивается от его ударов. И проход в ноги помним. Кто-то также не увенчался успехом. А вот сейчас за ногу поймал, поймал Егезырян Халантая. И это опасно, друзья. Но нет, выпутался из этой ситуации. И возвращается в вертикальную плоскость бойцы. Седьмой поединок. Зарубы номер два. И хороший удар слевой проходит. Правой в молоко пробивает Александр Халантай. И вновь попытка свалить Одессита от харьковчанина. Но Халантай явно не хочет этого. Знаю, что Анатолий Егезырян силен в конкратионе. Очень силен. Все-таки переводится поединок партер. И гонк. Ваша поддержка. Напряженный, напряженный первый раунд. Присматривались, пристреливались. Наставление перед вторым раундом. Показываю практики сегодняшнего бойцовского вечера и ночи. У нас, возможно, третий раунд будет. Будем забегать вперед. Будем наслаждаться проходкой блондиночки. Помню, что я уже применил сварщик. И так, друзья. Раунд второй. Готов начаться после вашей громкой поддержки. Ну что, второй раунд. Александр Калантай против Анатолия Егезыряна. Одесса против Харькова. Всем передаем привет. Харьковчанам, которые сейчас нас смотрят. Огромная поддержка в Ютубе. Сейчас в комментариях просто засыпали. Толя лучше. Толя лучше. Ну и пока лучше выглядит действительно Егезырян в данном поединке. Возможно, во втором раунде все изменится. По крайней мере, вот этого Калантаю точно не следует допускать. Поскольку перебороть непобедимого Анатолия Егезыряна, которому наполнен всего 21 год. На 14 сантиметров ниже своего соперника. И, разумеется, ему удобно совершать захваты за ноги. И подсказывают болельщики на трибунах, что нужно душить. Однако не все так просто, друзья. В октагоне абсолютно другая атмосфера. И все совершенно по-другому. Я даже не уверен, что бойцы слышат подсказки. Поскольку полностью концентрируются на поединке. Шесть боев выиграл Александр Калантай. Один проиграл. А Егезырян четырежды в четырех боях победил. И нравится ему турниры по смешанным единоборствам. Моно Мэй. Борьба в партере у нас во втором раунде значительно чаще и дольше в первом. В первом буквально гонг спас Александр Калантай от того, чтобы не получить неприятных ударов по голове. Поддержка одесских болельщиков понятна. Понятно, кричат Аникалантай. В октябре ярко победил Дмитрия Заверюху из Николаева в первой зарубе. Денис Молоденко. Извините, Александр Лунда. Слежит этот поединок. Поднял бойцов и вы видите, насколько по-другому они себя чувствуют в вертикальной плоскости. Пробивает Калантай. Правый боковой проходит. Сейчас не проходит. А Егезырян каждый раз пытается уйти в ноги и совершить бросок. Левой боковой ногой попадает Калантай по сопернику. Но как-то все не сильно. И очередной проход в ноги. Калантай. Сверху нависнет соперником. Совершает захват корпуса. И что из этой позиции можно сделать? Пробивать. Да, действительно, Александр старается это делать. Набирает потихоньку очки. Старается быть активнее своего соперника. Действительно, попадает он в голову Харьковчанину. Но, напомню, вот чемпион Европы по панкратиону. Бороться он в партере умеет явно. И встает. Встает на ноги. Игезырян. Александр Лунга помогает бойцам драться по правилам. И снова, снова пытается схватить за ногу. Александр Калантай показывает, что запрещенные приемы использует Игезырян. Но, возможно, это случайно. Нельзя хватать соперника за перчатки и за шорты. Встает Игезырян. Подустали бойцы. Я думаю, вы также это заметили. Нет такого размена ударами. Но при этом пропускает Игезырян. Игезырян еще раз пропускает и еще раз пропускает. Это уже такой тревожный звоночек для него. Левый апперкот проходит едва ли от Калантая. Показывает Калантая, что нравится ему пробивать руками. Ноги практически не использует. Игезырян все пытается совершить проход в ноги. С левой ноги в голову не попал. Калантая, правый, боковой, также не проходит. Но активнее Калантая, чем Игезырян сейчас. Снова проход в ноги. Возможно, пойдет на болевой. И попадает правой хорошо в голову харьковчанина Калантая. Продолжает его бить, находясь сверху. У-у-у! Что-нибудь у нас стоящая заруба. Эффектно. Эффектно завершился второй раунд. Впереди. Впереди третий раунд. Скорее всего. Немножко переводим дыхание. Набираемся сил. Набираемся эмоций. И готовимся все это выплескивать наружу. Брюнеточка оглашает о том, что будет третий раунд. Она что-то знает. Итак, поддержка спортсмена. Поддержка бойцам. Заруба продолжается. Итак, третий раунд. Во втором намного интереснее выглядел Одессит. Александр Калантай, он в синем углу октагона. А Анатолий Геазарян старается лишь за счет проходов в ноги завалить Калантая. У него иногда это получалось и в первом и втором раунде, но совершить удушающий или болевой прием не удалось. А Калантай довольно часто пробивал и руками, и ногами. Часто попадал, поэтому я думаю, что сейчас в настоящий момент по очкам именно Одессит впереди. Но в третьем раунде может случиться все, что угодно. Подустали бойцы. Ох, эти горячие леди. И Денис, извините, Александр Лунга. Денис Молоденко, наверное, и кает уже. Вспоминаю его не впервые. Он будет обслуживать два последних боя сегодняшнего вечера. А этот и следующий. Александр Лунга. Калантай дает возможность стать Игия Заряну. Пока еще непобежденному бойцу из Харькова. У Калантая одно поражение в семи боях. Очень неудобное положение сейчас у Игия Заряна. И что Калантай вряд ли будет идти на болевой. И дает возможность встать. Ему все-таки ударная техника ближе. И набирает он больше очков именно находящихся. В вертикальном положении на противоходе поймал сейчас Игия Заряна Калантай. Выцеливает, выцеливает харьковчанина, который заметно подустал. Несмотря на поддержку из Харькова. Еще один проходит в голову. Игия Зарян пропускает, но держится. Не припринимает никаких попыток не пробивать ни руками, ни ногами. Просто защищается, поднимая колено. Сложно сейчас карьковчанину. Очевидно, не ожидал, что будет три раунда. Раньше поединки для него завершались раньше. Извините за тавтологию. Ну что, и все, друзья. Победа Калантая. Радится, Александр Калантая. Простой поездок. Победа Калантая. Итак, друзья. Нокаутом в печень В третьем раунде На третьей минуте какой-то там секунде Побеждает боец Синего угла голода Александр Субтитры сделал DimaTorzok